В этом видео хочу рассказать вам о том, как режут стекла профессиональные стекольщики с большим опытом работы. Метод резки стекла очень похож на то, как отделочники режут гипсокартон. Порезали гипс и об коленку. Что-то подобное. Но так как я не являюсь профессиональным стекольщиком, на весу я не осмеливаюсь пока резать. Покажу это на столе. Вначале хочу рассказать, как большинство это делают и ошибки, какие могут быть. Большинство ложат стекло на поверхность ровную. Если оно шатается, то ложат ткань или что-то еще, чтобы стекло ровно лежало, не шаталось, не съезжало. Очерчивают маркером ровно, сколько они отмерили. Или же по линейке режут стеклорезом. Или же те, у кого есть опыт резки стекла, режут по углу. Отмерили и режут по углу. И далее. Они подбивают. Большинство. Но из-за этого могут происходить сколы. Да, вот. Тут чуть-чуть есть, конечно. Так бывает, сильные сколы могут быть. Или же еще хуже. Стекло может не в том месте сломаться. И получается, да, одни расстройства. Что зря только взялся за это. И никакого удовольствия не получаешь от резки стекла. Но это можно исправить. Можно исправить. Если резать именно этим способом. Который сейчас покажу. Так же ложим стекло. Потом можно со временем научиться резать, как это профессионалы делают на весу. Отмеряем, сколько нам нужно тут было ровно. И тут нужно с одной стороны нажимать хорошо, чтобы была полоска. Но с другой стороны, понимаем, ошибиться нельзя. Не пережимай, да. И режем. Бывают сложные варианты, типа как у меня. Потому что стекло 50 на 50 нарезу. С одной стороны 31,5. И с другой стороны 31,5. Поэтому даже рулетка не дает возможности перевесу. Да, и далее. Эту рукой хорошо прижимаем. И одним движением руки. Стекло ломается так, как нам нужно. Как мы, как в данном случае я, да, чертил, так оно и сломалось. Нет ни сколов. И ровненькое стекло. И получается быстро. Одни плюсы. Поэтому ставьте лайк, да, класс. И поделитесь этим видео со своими друзьями, да, строителями. Может тем, кому оно пригодится.